Друзья, сегодня у нас обзор новой модельки от Arma. Arma Vortex 4х4 3S. Только получил, курьер только вот ушел, сразу в гараж записывать видосик. Так, у нас получается это Stadium Truck. Ближайший конкурент это Truck со Rassler. Так, у нас лежит компактненько в коробочке. Расслер выбрал цвет бело-красно-синий. Гопатриот России, естественно. Так, ну если честно, такой же цвет был у команды Williams в Формула-1, когда у них был спонсор Мартиня. То есть, таких же, таких похожих. Ну там больше белого цвета было, но очень похоже. Так, получается у нас ближайший соперник Rassler. К сожалению, нет у меня такой модельки, потому что это первая моя такая маленькая трага. Что у нас в коробке идет? В коробке у нас идет маленькая инструкция. Все маленькая инструкция, плюс набор инструментов. Проставочки вот такие ставят они у нас в амортизаторы. Можно поставить запасные резинки на клипсы, пиньончик дополнительный и пару ключиков. Интересный ключик у нас, они какой-то новый или пистолет. Вот так вот это все выглядит. Не знаю, удобно им работать или нет. У меня от прошлых армой очень классный хромированный ключ. Везде я его пользуюсь. Те же тракцики нафиг. В сторону выкидываю. Так, аппаратура. Аппаратура у нас уже такая была. Она бы на Outcast стояла. Она и стоит и на InFraction. То есть все то же самое. Трехканалка, тримминги, газа, руля. Лимит газа. То есть 50, 75 и 100 процентов давит. Я, например, если там мне ребенок катает, я на 50 ставлю. Когда беру у него, говорю, дай прокатиться. Сразу меняю настой, он напуляет. Сажаю батарею, ставлю новую, опять ему на 50. Вот такая схема. Показывает также показатели уровня батареи. Так и не поняли, как она работает. У нас ничего не показывало. То есть не ясно. Ее можно эту аппаратуру сопричь с мобильником. И оттуда всю телеметрию смотреть. Но как бы еще не пробовал. Надо будет попробовать посмотреть, как это все делается. Что-то там уже гремит. Не знаю. Так. Аппаратуру ясно с нашей шаськой. Получается, 10 масштаб, полный привод в длину 47 сантиметров, ширину 33 сантиметров, высоту 16 сантиметров. Александровый корпус в трех цветах он идет. Фиолетовый, зеленый и красный основные их цвета. Так, на кузове сделаны уже накладки, чтобы если переворот, перевертыш, чтобы она сразу не покоцалась. Кузов на, стоят на такие клипсы, стоят на таких резиночках. Как бы уже говорит о том, что как бы не экономили. То есть добавляли это сюда, добавили это сюда, добавили. То есть, вроде бюджетка должна быть, а напихали все равно. Плюс спойлер добавили. Если, например, на других моделях он пластика были, такой прозрачный пластик, то тут они такой черный добавили. Цвет черного цвета, плюс тут еще держат, в общем-то болты зачем-то их добавили, непонятно. Сюда, может быть, он как-то настраивается. А ты так вроде смотришь весь целый, литой. Ну да бог с ним. Прозрачный все время пылится, туда грязь попадает. И как бы хрен его оттуда достанешь, тут хоть не видно будет. Так, по весу получается весит у нас 2,9 килограмм. Ну, малютка. Так, сейчас мы откроем, посмотрим, что у нас внутри. Так, вот так вот у нас выглядит корпус. Никаких защит наклеек на арки они не сделали, на этом сэкономили. Вот так вот он кузов, крест спойлер, и наши накладочки на крышу. Так, тут у нас получается вилебар. Вилебар сзади они поставили. Такой небольшой, потому что будет козлить точно. Плюс, если на Outcast тоже были такие же колесики, они были побольше, здесь поменьше, но они резиновые. То есть, в том же драксе они пластиковые. Тут они поставили резину, плюс такой серьезный, как какой-то отбойник. То есть, должно как бы выдержать те же удары, если будут перевороты. То есть, прикольно сделали. Так, вот сама шайф. Все, как, ну, бюджетная версия, все пластиковое. То есть, бабочки толстые, такие серьезные. То есть, тут они даже не прогинаются. Но пластиковые. Рычаги, все пластиковое. Все пластиковое. Амортизаторы пластиковые. Но так как кузов у нас идет сверху, закрывает кузовы, если у Outcast накладки были сверху, то тут, вот они снизу получаются, да? Типа как у футболистов щитки стоят. Плюс, тут стоит защита кулаков. То есть, кулаки, они просто так вот толсто сделаны. Плюс, тут такой маленький щиточек тоже, чтобы закрывать привод, да? Чтобы туда тоже ничего не попадало. Ну, хотя трава-то все равно будут наматываться. Так. Сама шесть тоже пластиковая. Ну, как говорят, что очень сильный, прочный композит. Но вот не царапается, не ломается. Но, я думаю, царапки-то по-любому будут. Ну, а так как бы, ну, жестко выглядит. Конечно. Рычаги пластиковые, тяги пластиковые. Так, колеса. Колеса у нас Deboots Katar. На таких графитовых черных дисках. Черный такой графитовый, да? Жестковатые, но, с другой стороны, тот же протектор не такой прям сильный. Больше похож на такой протектор, как у Теллиона. Как у Теллиона стоят. Там размер чуть побольше, но такой же он гладкий, то есть не цепкий. Но, но жесткий, жесткий. Попробуем на них тоже заехать. Заклеим дырки эти, которые стоят. Не знаю, почему они до сих пор не додумались сделать. А, додумались, додумались. Дырки-то у нас получается. Теперь внешние. Да, да, уже все прокалывают сразу эти дырочки. То есть на всех колесах. Я думал, вот это внутри с диска шипит. Нет. Так, по самой шаське получается вот такой корыто они сделали, да? Типа фендеров, чтобы грязь не попадала. Такая защита. Ну, грязь все равно будет, конечно, попадать, но уже получше. Плюс можно будет поставить чехол. Потому что зачастую всегда проблема чехол, что некуда крепить. Лента потом отваливается. Тут прям такая очень хорошая площадка и можно будет хорошо зацепиться. Поэтому надо будет вот мне, наверное, закажу мне чехольчик, сниму мерки. Не знаю, может, будет одним из первых, кто снимет. Так, что у нас по электронике. Так, электроника у нас получается серво-рулевая у нас спектрумская, 7 килограмм, как они заявляют, плюс 100-амперный регулятор и моторчик спектрумский. фирма фирма 3200 киловольт. В принципе, 2S и 3S она тянет, больше не надо на такую малютку. Что очень радует, что в этой версии они уже ставят сразу охлаждение, то есть стоит радиатор, плюс к этому радиатору они еще постояли сверху вентилятора, то есть двойное охлаждение. очень рады, потому что я так же на слэш заказал то же самое, потому что начал перегреваться и на других колесах. Так, как я сказал, у нас 2S 3S принимает аккумуляторы, такие крепления на липушках, плюс мягкая площадочка сделана и стандартный ИС-5 разъем для спектрума. Перепаиваем или переходник. Так, интересное место тут у нас кардан, то есть у нас два дифференциала и центрального нету, то есть посередине проходит у нас получается такой пластиковый толстый кардан. Хотя это короткобазная шаська с короткой базой, но по-хорошему сюда нужно поставить крепеж центрального крепежа центрального крепежа стоял гип, то есть тот же инфрэкшен, то тут по-хорошему надо держатель поставить кардана, чтобы он не гулял. И самое главное, что армой как доп его представляет, то есть можно его докупить, всего 6 долларов стоит, я все уже заказал. поставлю тут крепится, плюс подшипник вроде ставится, в принципе должно как бы нормально его зажать. Так, что еще по скорости, где-то заявляют нам 60 миль на доп. пиньоне, да, то есть где-то там около 80-90 км в час, да, вот, попробуем заехать, замерим, сколько он в стоке гоняет. Плюс по стоимости, по стоимости у нас получается 300, я брал его на мейне, 380 долларов он стоил, плюс в России доставка единственное, что я не смогу сказать, потому что я заказывал, она пришла мне с другой еще моделькой, плюс там тюнинга, запчастей набрал, и поэтому где-то если вот так поделить например 30 долларов на доставку, у меня где-то это вышло получается 410-420 вот так вот эта модель долларов. Посмотрел я обзоры ребят, которые в Америке уже раньше всех получили модельки, жалуются, что неправильно настроен спурый пиньон, из-за этого шум, вибрация, то есть то ли, причем это у нескольких людей было, то есть то ли на заводе неправильно собрали и пошла там партия брака непонятно, надо будет попробовать поставить окно, послушать, вот, так, в принципе, конечно, ничего страшного нету, в этом я думаю, всегда можно настроить все это дело, вот, сейчас попробуем сравнить, не знаю, Растлера, как я сказал, нету, есть, у нас получается Хос и не знаю, Макс можно поставить и сравнить, как они будут выглядеть, так, получается, пархоз и Макс Макс, конечно, грозно выглядит, сейчас поставим, не влезает они кран так вот выглядит получается по размерам естественно Макс больше то есть он по длине по мощней так больше они похожи с Хосом по комплектности плюс получается колеса наверно только отличаются колесами колесового Хоса более такой протектор грозный так если смотреть в принципе очень похожи размерчики попробуем поставить наоборот опа да, колеса заметно меньше но по размеру хотя бы размеру тоже все равно если выровнять их по бамперу получается все-таки на чуть-чуть Хос побольше не знаю будет у меня Расслер или не будет попробуем посмотрю что вообще это такая маленькая трага попрыгаем поездим замерим скорость не знаю если понравится то возьму еще Расслера как пару попробуем его с Хосом перетянуть кто-то перетянет на 3С или на 2С но Макс точно победит потому что он и тяжелее и вообще у него как бы 4С он тянет поэтому нет смысла такой небольшой обзор вышел новинка не знаю как оно причем он доехал быстрее чем мой Фелони то есть у меня еще Фелони жду когда приедет из Америки и видимо маленькая коробочка обогнала большую поэтому пока ждем Фелони заедем на Вортекс плюс еще завтра хочу поехать на Ауди уже давно с зимы жду но вроде была возможность где покатать но места как говорят что мало но для Ауди буду на парковке автобусной катать надеюсь все получится ну и на Вортексе тоже заедем я думаю на пляже